Переписчикам Всероссийской сельскохозяйственной переписи предстоит обойти, объехать большие территории, при этом по определенной форме заполнить маршрутные листы, а их будет целых шесть. С этого маршрутного листа он должен будет его переносить уже в эти переписные листы, то есть в переписные листы и уже соответственно в эту книжку переписчика. Первый раз во Всероссийской сельскохозяйственной переписи предусмотрен сбор сведений при помощи переносных планшетных компьютеров. Будут работать шесть переписчиков на всю территорию Булатниковского поселения. Территория достаточно сложная, деревни разбросаны, но мы с этим справимся, потому что обучение проходит в полном объёме. Переписи 2016 года подлежат сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие земельные угодья, подстроительство жилья, ведение пособного хозяйства, которых в районе насчитывается 13,5 тысяч. К сожалению, как показывает практика, некоторые жители неохотно участвуют в государственной акции. Важен контакт с людьми находить. Кто-то может пустить, кто-то доброжелательно отнесётся, кто-то может закрыть калитку и вообще не пустить. Такие тоже бывают. Но в основном больше доброжелательных людей относятся с пониманием. За последнее время изменились взаимоотношения с иностранными поставщиками сельхозпродукции. И поэтому перепись 2016 года крайне важна для стратегического развития страны. Уважаемые жители, уделите, пожалуйста, время переписчику, когда он придёт к вам постучиться в ваши двери. То есть это не займёт у вас много времени, но я прошу вас, ответьте, пожалуйста, на эти вопросы. Кстати, Всероссийская сельскохозяйственная перепись юбилейная. И проходит она через 100 лет после самой первой, 1916 года. А последняя проводилась в 2006 году. Её данные во многом потеряли актуальность. Задачей нынешней является формирование сбора информации о состоянии структуры сельского хозяйства на данный момент. Для дальнейшего использования его ресурсного потенциала. Людмила Медведева, Евгений Петров, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.